Первый период встречи Сарова со Спартаком закончился со счетом 0-2. Переломить ход игры саровчане так и не смогли. К концу матча табло показывало 0-5, причем последнюю шайбу Спартак отправил в наши ворота буквально в последние секунды. Ну вышли, не настроились, не готовы. Может праздники, может еще что-то. Команда хорошая, Павло, в этом году. Там они и вратарь сильный, и вообще студенты хорошие. Поэтому задачи есть, деньги есть. Ожидали, что игра сегодня будет очень тяжелая. Ребята молодцы, сыграли сегодня строго по заданию. Вратарь нас сегодня хорошо оставил в игре в нужные моменты. Очень много бросков таких тяжелых поймал. Ну и пацаны тоже много шайб на себя поймали и выполнили игровое задание. Это не первая встреча Спартака и Сарова в этом сезоне. Все прошлые игры тоже закончились для наших ребят неудачей. 6-4 и 6-5 в пользу тумботинцев. Тренер Спартака, однако, считает, что Саров – недооцененная команда. И шансы в плей-офф у наших игроков есть. Ну удивлен, что эта команда находится на последнем месте, потому что потенциал у нее намного больше, чем она набрала очков. И я думаю, что эта команда способна в плей-офф преподнести некие сенсации. 27 февраля хоккейный клуб Саров играет на выезде с Кстовской командой. Третий круг чемпионата Нижегородской области завершится 13 марта. На своем льду саровчане примут вачу. 20 марта начнется плей-офф. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.